МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можете поверить, что у белорусской клубинцы можно отшукать местечко, которое заховало архитектурную забудову 18-го года? Моя сирот вместе, чем двух героев Французской республики, а так само один и Украине раздвижный мост. И при этом размещается всего в нескольких километрах от котлова на белорусской АЭС. Варняны. Найвольш зручный способ доставить себе в это местечко – трассы М7-Зменска накеруваться на полночный заход. Потом сбочить на Р-48, якая про 40 километров проведет в этот черный закуток. Амаль 300 годов из истории Варнянов связаны с шляхетной фамилией Абрамовича. Это местечко стало их резиденцией с часа славутого своей религиейной толерантностью Яна. Это его сестру Барбару можно увидеть до этого подчас ночных шпациров для Несвийского палаца. Черная пана Несвежу. Так-так, Яна городная. Ян Абрамович, воевода Менске и Смоленске, народился у Варнянах, який зарабил резиденцией своего рода. Подтребливал кальвинистскую голену радевилов и их оппозиционную допольщую политику. Скончил один из наибольшь престижных в той час – Падуанский университет. Олеж вернулся на родину. Правду скажу – вернулся. Ян Абрамович был одним из руководителей кальвинистов Великого князца Литовского. Однако с великой повагой ставился доверников всех конфессий. В Варнянах захавал костел и опековал его. Собравал сголовным опекуном православной церкви у Речи Посполитой этих часов Константином Константиновичем Островским. В родном местечке Варняны сбудовал кальвинский сбор, школу и шпиталь. Опековал идеолога-реформатора-евангелистов Андрея Волана и латиномовного поэта Яна Радвана, которого схилил до написания поэмы Ради Вильяда. На долгие годы Ян наладзил добрые зносины с Радзевилами, які лечули за свой обовязок подтримливать Абрамовича в дальнейшем. Ян Абрамович мог бы гонориться своим сыном Миколаем. А мой гонорился. А мой гонорился. Бо сын Миколай дослужився до посады Троцкого воеводы, истотно поширил батьковое уладанье и не отступився от кальвинизму. Однако дедовы заходы накерованные насупратил узрастающим уплывом католицкой церкви и польшизны, оказались одаревными. Уже его внук Самуэля Андрея Абрамович в середине 17-го года причинил кальвинский сбор у варнянах и вернул местечко до католицкой традиции. Але глыбею минушчину. А там так само есть, про что расповести. Сама назва варняны – Майбалдские корони. И отповедает нашей белорусской вароне. В первую очередь поселеща узгадывается в 1391 году, как уладанья великого князя Литовского и короля Польского, передавленная в якости фунтуша Медницкому костелу. А про 6 годов с дозволу Ягайлы – Виленскому капитулу. Капитул. Коллегия духовных особов при бискупе. Доволе часто за свою историю варняны верталися у державный скарб. Коль род уладальников перерывался, поселеща верталася у володанья великого князя. Увы, не ку варняны побывали во властности Ягайлы и Витовта, Казимира и Стафана Баторья. Что правда, у великокняжеских молоданья везка надолго не затрымливалась. Звычайно ж, я напераходила до наилепших хрупливцев на державной службе. А так, в середине 16-го 100-го года везкой володались Вирске, Остики и Сангайла. Что ты подказываешь, я все ведаю. На некольки месяцев, непосредственно перед своим смиротным покаранием, господаром варнянов взравился Рыгор Остик. Не ведаете? Махлер, я считаю. Рыгор Остик. Вядомый авантурысту истории Великого князства Литовского. Организовал подпольный монетный двор, где чаканил фальшивые гроши и печатки, подраблял документы. У часы без королевьев выступал за обранье на посад Речи Посполитой представников московской князской династии Цезаревича, Федора Ивановича и Ивана Жахлибага, якому пропонувал подтримку взамен на земли и посады. В 1580-м был сняволен из-за подозронных контактов с российским послом и, как и належало здравнику, покаранной смертью. Теперь перескочим на пару стагодзел на первых. А перескочим. Буйное будовництво плен, якого бачная сёння, распачалось у варнянах у другой половы 18-го стагодзе и звязано с тымчасовой господиней Марцияна Абрамович. Вёзка просто пераутворылась в будовничую пляцовку. Центральное место у забудови варнян мусил занять барочный костел святого Юрия, який был отдаден под опеку монахам-доминиканцам застровецкого кляштера. За обо двух боков костела будавалися два двухповерховая будынки. Один под плябань, другий под парафиальный дом. Додатково по боках площу у 5 гектаров были узведены корчма, гостиница, типовая одноповерховая жилая забудова с 16 домов. Варнянские жилые домы выходили фасадом на рынковую площу, посередине якой ранее проходила тянистая аллея, что вела с палацу у костел. До речи, не так и много прикладов в истории нашей родимы можно привести, как уладальник местечка коренным чином изменял его забудову на свой лад. Узгадаем городнюю поставы. Уладальник Антония Дызенгауза. На собрать костела вырос звонку стиплый, але багатый внутренним убранним палац. Стены были обобиты дорогой тканиной, дровляными панелями и покрыты позолотой. Столь было оздоблено далекатной ляпниной и малюнками. Гламурненько так. И слуя мясцовое падание прокахання паненки гувернантки панеча сына Марціяны Абрамовича. Старая паня заборонила им пожениться, и девчина у отчая утопилася у ставе. И тепер я ей привид, что год з'является надставом у Купальскую ночь. Прывид альбо здань. А без розницы. Здань альбо привиды, гэта духи с того свяду, загубленные ті зачараванная души, ў выгляде або людзей, або чартей, што могуць перетворацца ў живёл, прагмэты, агні, туманныя слупы. З'являюцца яны толькі упрызначаны для дэманов час, адь меркання до першых пеўню. Найчастей їх бачыць на месцах, дзе загінул чалавек ті схаваны зачараванныя скарбы. На могильніках, гарадіщах, руінах замкаў, балотах і наватухаці. І ось гэткае шлёндрае там па купальскіх ночах. У сутарайніх кастёла месцяласья крыттосамейных пахавань ў Абрамовичу. Тэмка так само незвесылых, а лі наруждом провакуя. Пасля війны, калі кастёл перетворылі ў дзетячу прытылок, дамавіны ўладальніка ўварнян былі разбураны і разрабаваны выхаванцами. Труны разламаны, аня бошкі павыкидан із їх. І толькі рэшткі марціяны Абрамович засталіся некранутыми. Яе пахавалі перад парогам бабінца кастёла. Гэта і уратавала. Пазній па рэшткі былі сабраны і захаваны на пракастёльной тарыторії. Аднак память праглумлений савецкага часу засталася. Бабінец кастёла. Бабінец кастёла. Ак бабінец. Пагуглі. Алтары кастёла святога Юрія упрыгожаны абразамі мастака Сымона Чаховича і Яху Вучнам. І сёння ў кастёле знаходзіць ўсю новая росписы тых часок, схаванная па толстыми слоями пазнійшій тэнковкі. Сымон Чахович. Польський мастак. Нарадзіўся ў Кракові. Одзін з найбільш выдатных живопіцців другої палувы 18-го стагодзіў Речі Паспаліта. Стварыл цыкл історичных портретів для болацкага іезуіцька галегіума і шарах абразов для віленцьких кастёлов. Дарэчі загуглі. Бабінец. Парадня частка культового збудавання, празначеная для жанчын, з'являлася часткаю основного абйому падхорами. Ось. Тепер і я бідаю. Часы Марціяна Абрамович былі золотымі для варнян. Пазніе беларускія землі увайшлі ў склад Російській імперіі. І Абрамовичі, які засталіся верными Речі Паспалітай, думалі не про апарадкова немайонткава, а про гонорадзіма, прашу зауважаць. Унуки Марціяны Микалай і Ігнацій ў війну 1812 года безбаганню прынялі бок Наполіона і прагнулі однавіць Вялікае Князство Літовскае. А пошнія задума, як ми ведаєм, паку не отрималася. Аднак браты праславіліся сваёй мужнастю і нават отрималі наівышею знагороду Францій – Орден Гоноровага Лігіону. Можця назвать яшчо хоч адзін населін пункт у Біларусі з двума героями Францій. Пасля даравання усім, хто підтримав Наполіона, браты вернуліся ў варняны, але ўжо няна тарупілі праспадшіна сваёй бабуле Марціяне. Ігнаць ж пасля долгих годів боротьби з Олександром Першим так стомився, що перешіл на службу до його племінняк Олександра Другого і нават дослужився датчина генерал-літенанта. Ходить пагалоска, що гэтым ён накликав праклін на свой рот. Дарэчо, ён і був опошнім представникам Абрамовича па Мушчинськай ліні. Пасля того, як лінія Абрамовича перервалася, варняны згубіли білый велич. І коли у часы Другой свій світлій війні повстало питання про адміністраційний підділ, районний центр з варнянів був переранесений у стіплую вёску Островец. Але місце чко не змарнела. І сьогодні кожны, хто хоче пагалібіцца у 18-й стагодзі і відшуть велич барочна епохи у Білорусі, праїжджаю у варняны. Усё, про що тут і дзагаворка, ми дозналіся від людей білорусських. Тих, що були, тих, що єсть. Які висновы? Білорусам бути пачесно і тікаво. Однозначно. Будьмо білорусами. Варняны. Дякую. Дякую.